Я спрошу только, Никита здесь сидел, куда он делся? Кто? Можно быть рядом? А, Никита сейчас. Куда-то выскочил. Его позвал Алексей. Алексей Загуляев его позвал. А, ну все тогда, все. Он выходил тогда, я спросил, ты вернешься? Он говорит, да. Ну он пошел батюшке, запрос урон, а тут потом все. Понимаете, я глядел отсюда, вот от, как назовем, около батюшки, тамбурочек. И Алексей все время там стоял, маялся, тот засмеется, то выйдет. То есть им это не нужно абсолютно. И мало то он идет, еще кого-то надо зацепить. Мы еще не видим еще в разе. Ведь это не за один день строится-то. А батюшка еще не уехал даже. И главное, пошел сейчас, я ему сказал, будь здесь. Первый раз он пришел сюда, после армии. Очень важные вопросы, без него даже решить не могу. А их надо сегодня решить. Уехал? Конечно, ну если Алексей позвал, все, значит уехали. Значит... Натальи нету, все. Они не заходили. Уехал-то уехал. Куда он уехал? Он живет-то у тебя? Или остановился? Все у меня там. Где? Я вчера спасел, говорит, у тебя, остановился, у тебя, говорит. У Алексея. Я не знаю, кто это такой сказал. Нет, не у него. Никита. Никита у Алексея загуляем уже. Ну ладно. За кого он там войдет машина, там? Уже батюшка Литра Андреевича. Где батюшка? Батюшка здесь. У них дома. А девчонки где это? Анфиса, другие. Анфиса поехала к Любе в больницу. В больницу к Любе поехали? Позже нельзя. Ну потом нельзя поехать. Можно было. Именно любой повод найти. Хоть в космос лететь, хоть куда, лишь бы не быть на собрании. А она нужна, я сегодня с ней говорил только. Говорится, поставить на учет. Летите в вопрос. Ну я скажу, ну, силы той не имеет, чтобы он был здесь. Первый вопрос такой. До армии брился или нет? Я не могу ответить. В армии брился или нет? Я тоже не могу ответить. Ну он-то мог бы ответить. Теперь, когда ты вернулся из армии, вот сегодня тебя за ворота в армию военные выпустили, и ты домой. После этого брился или нет? А за этим-то стоит многое. И за этим так многое, что Давид, когда это узнал, даже не запустил домой. Как же, может, семья? Это послы, взрослые дядьки. Идите, сидите не в каком-то городе Ерехоне проклятом. И нативность. То, что он брился в армии, это понятно. А остальное все уже мелочи. Непонятно. Что непонятно? Непонятно? Да ладно. У нас Виктор Николаевич Савченко был, не брился. Ну, все единственное. Сколько угодно, у Баптистов, говорит, не бреются, которые там такие молодые, держатся. Ну, мы понимаем. Ну, он брился, а что тут говорить? Что тебе сделаешь? Понимаете, он сказал, мне нужно его слово. Теперь, когда он вернулся, теперь он под вас, я не могу понять, что у него тут это. Ну, у него это, вот это все, что есть. Бреется или нет после армии? Нет, конечно. Нет, нет. Или нет? Ну, так он с отцом рядом живет и с матерью. Простые вопросы не могу задать. Почему? Он в алтарь входит. Если он бреется, он должен с акзашянами выходить. Вопрос-то дальше стоит. Это наше правило. Вы помните, если мы только отпустим это все, он еще не будет. Здесь делать нечего. Идеи там, говорится, на любой шалман пьяный вагон. Да не бритый он. Он сейчас не бритый, сто процентов. Да дай бог. Дай бог. Мы молились и молимся за него. Конечно. Он его ближенькая. Я же вывода не делаю. Я гляжу, чтобы надо смотреть. Дальше. В прошлый раз на Рождество к нам приходил человек. Молодой человек здесь сидел. Я спрашиваю, кто его привел. Ты? Да. Ну вот. Как его звать? Тимур зовут. Тимур. Слышите? Как слышать? Тимур. 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 Тамерлан. Ну не Тамерлан, он Тимур. Так, его ознакомили с нашими правилами. То есть он внешне вот это ознакомил, что он нигде не нарушил. Но у нас правила есть, они написаны, но мы его всегда поддерживались. И оно нам дорого обходится, правило. Мы здесь взяли по высшей шкале, никого к себе не приглашать. Он просится, тогда разрешение спросить и привезти. И он пришел, он не нарушил нигде. Если он нарушил, то виноваты мы. А правило такое, чтобы вы знали. Вы знаете, 10 июня мне будет ровно 80, а 9-й десяток пойдет. Я прощаюсь несколько раз, даю вам завещание. Первое, если скажут только одно завещание, тогда одно, никогда не быть членами Московской Патриархии. Никогда. Ролик за роликом идут, что они сейчас там делают, друг друга поедают. Вы маленько посмотрите. И что интересно, митрополиты сидят, крестятся, вот так вот, куда-то сюда, не задевают. И Варфоломей сидит. Вот сюда вот, и вот это вот. Это колдовской перевернутый крест. Это в законе Божьем Слободского все написано. Ну, крест, половина он, которая, руки растянут, эта половина, то есть вниз, вертикально больше, чем та верхняя эта. Здесь наоборот перевернутый. Это не просто так. Это нам кажется все просто. Почему? Сатана глаза заляпал. В мире есть разные, разные сигналы. Вот, заметьте, шестиконечная звезда, пятиконечная. Скажите, если вы жили не пьяные, вы видели пятиконечную звезду, они не рисуют ни с какими набалдажниками. Никогда. На каждой звезде у милиционеров, в армии, на пилотке, на могилах, пятиконечная звезда. Когда она маленько шире в атаке, это военная, но она звезда. Если вы видели, у Гитлера был знак. Свастика. Свастика. То этот знак был распространен в миллионных тиражах. И ни одного искажения. Сатана бледет над своими знаками. У нас крест. Батюшка выходит, ризы когда у него, это сегодня такая, на ризы. Ни одного креста нет правильно. Вот так вот поперечина, а на конце набалдажник, а на набалдажник еще цветок разветвленный. Кто это сделал? Там креста нету никакого. Крест это вот крест. Крест бывает четырехконечный. Шестиконечный, когда нижней половины нету вот этой поперечины. Или восьмиконечный. Вот такое вот, чтобы ничего нигде не было. На ризе у батюшки посчитать сколько? Семьдесят четыре, допустим, креста и ни одного правильного. Нам что непонятно-то? То есть мы не радеем, мы не ревнуем о деле Божьем, что оно было не заляпанное грязью. Это сатана сделал. И соприного пускает. Повторяю, у старообрядцев ни одного ломаного креста нету. На храмах везде вот такие кресты. Я подошел на Покровском соборе, вот так поперечина. Дальше поперечина на концах, вот так. Кверху еще приляпано. А там наверху еще. Я посчитал восемнадцать концов. Восемнадцать это три шестерки. Это даже придумать нельзя. И они его крутили, выкрутили. Зачем? Когда простой крест, вот он какой есть. Я сегодня этой девице говорю. Юбка выше, ну до колен, только едва прикрывает. Надеется здесь красота смотреть. Выходит, сразу переоделась и пошла. Повторяю, ни одна мусульманка этого не делает. Называется мимикрия. Вы знаете, что за этим идет? Вот объявление, я считаю в газете. Прохожу мимо милиции, объявления висят. Девочка 15 лет вышла из дома в 4-40, днем пошла. То-то надето было. Ее нет нигде. Ее никогда не найдут. Я зашел в милицию, спрашиваю. И я вижу, это уже второе висит. Он говорит, второе, вы не знаете, сколько потерялось? Я говорю, нет. Примерно 50 тысяч. Тысяч! Я спрашиваю, а в Китае сколько потерялось? У мусульман сколько потерялось? Нас они ошарашивают ответом в нуль. А почему там не играют? Тут показывают, стоят в очередь молодежь на коленках. Наркотики у них были. И китайский стоит воин. Один, второй, третий. Пык, пык, пык. Все, прокинулись, нету. Они не умеют лечить людей, оказывается. А то китайская медицина. Они там еще неделю валяются, что смотрели, ходили рядом. Я говорю не кому-то, которые мне родные и близкие люди. Ты вот так одеваешься, ты делаешься добычей зверя. Христианам не нужно. Одевайтесь, как прилично святым написано. Прилично святым. Ну ты можешь вообразить, как? А ты знаешь, был один такой правитель, говорит, мы поднимем подол на голову. Кому? Кто? Есть такой Троцкий, а есть Троицкий. Троицкий они быстро переделали в Троцкого. Мы матушке России поднимем подол. Кто? Каганович, говорит. Троцкий. Они подхватили очень сильное выражение. Матушка Россия, жерстка, урода. Мы подол-то поднимем на голову. Они подняли его? Подняли. Никита, три вопроса. Спаси, Христос, что ты вернулся. Точно мы ответили или нет? До армии ты брился? Он что-то делал. Нет. В армии брился? Почему? Проблемы из-за этого были. А что за слово проблема? Ты где он взял такое слово? Его не было ни в Писании, нигде. Я его ненавижу. Есть нерешенный вопрос. Ну, можно так сказать. Так, еще тебе было за это? Да ничего за это не было. Виктор Николаевич Савченко служил. У меня знакомые, которые ни один волосинки не тронули. И они вернулись. При хорошем счете. Я был не где-то в строго режимном лагере. Его называли лагерь смерти. Да, меня брели. Брели только как? Ну, насильно. Здесь начальник тюрьмы, мне знакомый полковник. А мы еще приговор вынесли. Я подаю там опровержение протест. Если оттуда пришел ответ, чтобы все оставить в силе, меня сразу должны обрить. А здесь начальник, Соломин Александр Семенович, говорит, я тебя отправлю так с бородой, но дальше я не властен. И я с бородой среди заключенных один был. На этапах, в других тюрьмах. Но вот меня привезли в наш лагерь. Там, где мне будет Жанаташа, Жамбульская область, Казахская ССР. Я не могу так. Начальник говорит, и я не могу, у меня устав должны быть все. Я говорю, делайте, что хотите. Опустил руки. Меня привезли где-то в Фризитава, где бреют. В это время там щищенец один. А я простынь, бороду мне сохранить. Принесли простынь. Это вообще льгота. На простынь. Я сижу на стуле, борода тут будет. Щищенец подошел. Я гляжу, у него вот так вот руки трясутся. Молодой парень. Он говорит, я боюсь брить. Меня Аллах накажет. Я говорю, не накажет. Ты подвластный. Делай, что положено. Пришел начальник политчасти. Представьте, какая счасть узнику. Каторжнику. Стоят. А они, он начинал у меня брить. Борода моя валится. А я сижу вот так вот, слезы текут. Я их потихоньку собрал. С разрешением в платочек. Теперь у меня две бороды. Ну, я не... Теперь проходит месяц или неделя. Надо брить. А я нет. В бане. Ну, вы что будете делать? Ничего я не буду делать. Ну, так же нельзя, нельзя. Тебя посадят. Садят, пускай. Ну, делать... Сопротивляться я не могу. Вот у него... Дед у тебя кто? Родной дед. Родной дед твой. По фамилию кто тебе дал-то? Устинов. Как его звали, деда твоего? Владимир. Нет, звали... Это Владимир твой дед? Вы про прадеда. А у него отец кто? Прадед это уже. Послушайте. Александр Иванович Устинов. Родоначальник вашей фамилии идет. Запомни это дело. Это герой веры. Вы знаете, у Сталина было два любимых маршала. И он говорил... Так, маршал, говори. И по имени, отчеству он только двоих называл. Кого? Жукова. Жукова Георгия Константиновича и Прокоссовский Константин Константиновича. Это единственный человек, который со Сталином, коротко сказать, спорил в глаза. Вот решили делать прорыв. Ну, везде движется, вот, уже дальше-то, на запад пошли войска. А посередине не могут центральные... Ну, у Сталина сидят, рассуждают, как делать. Главное, собрать все войска и ударить в одном деле, там, вот, пять фронтов. Пять фронтов в одном месте. И только один человек не согласен. Сталин говорит, а почему? Он говорит, надо разделить. Так не делается. Это распыленная силия. Он говорит, разделить надо. Почему ты споришь? Потому что я прав. Сталин посидел, на волоске повисла его биография. Он до этого как бы здесь. Он сидел в лагере. Его оттуда вызволили. Попросил жуков другие. Отдайте его. Война началась. Рокоссовский, поляк. На волоске повисла, говорит, его жизнь. Сталин, выйди в другую комнату, подумай. А думать было, что жизнь, жена, дети, все вернется напряженным. Он вернулся. Ну и как? Знаете, я еще раз хочу сказать. Там нас не ожидают и здесь не ожидают. Мы с двух концов, мы здесь замкнем кольцо. Это будут наши... Как не сидеть здесь? Что ты выдумываешь? Там и жуков, и все не согласны. Иди еще думай. Это единственный случай, когда человек так отстаивал свои права. А он генерал армии. Вернулся. Ну что? Делать, как я говорю. Сталин подумал. Но сидит-то маршал-то не один. Генерал армии. Тут целый. Делать, как он сказал. Для всех это было шок. Сталин на поводу одного человека. И когда пошли, полная победа. И все до одного согласились. Если было по-нашему, было бы поражение. И Сталин сразу присвоил маршала ему. Маршал и Константин Константинович. У него, главный по связи, как назывались тогда, радиотехники или кто. Это его дед, прадед. Его. Я про него знаю сколько. У него главная задача была во время войны. О чем сложить это? Сбережение человека. Жукова у него же. Это мясник, говорит. Мясник. Он только на Берлине на одном положил 450 тысяч. А все думали домой пойти. До Берлина дошли. А этот нет. Десятки раз, говорит. Вымери, чтобы лишний солдат не погиб. Его как отца родного все любили. И у него служил твой отец, будучи коммунистом. Этот. И отец, говорю, этот. Прадед. А с прадедом твоим мы были самые близкие друзья. Он ко мне приезжал. Я у него был. Он меня переманул с Новосибирска. Ускитим. Олега Кашуова, 7. Я говорю, зашел. А у него свои где сидите? А где спать? Показывает кровать. А кто до нее спал? Я говорю, я. А где ты? Я на полу. Кто бы ни приехал, где бы ни был, ни одного богослужения не пропустит. 60 километров до Новосибирска. Там еще пересадка надо на электричке. Это его прадед. Какому корню ты принадлежишь, отрог? Повинуй об этом. Не было ни одного дела, где бы он не был задействован. Александр Иванович Шустинов. Это молитвенник. Молитвенник в самом высоком смысле. Ни одной должности, наверное, не было, которую он не взял. Так, токарь высшего разряда, лекарщик, закальщик. В нем души не чаяли. Автобусы стоят, говорят, чуть не автопарк. Брошено. Поднимет все на ноги. Десять детей. Держит корок. Свой сад, огород. Его не знали, чем капуста. Вот такая у нас. Одни китайскими удобрениями. Кто-то ночью пришел, лопаток все изрубил у него. Ну, иногда он, правда, один подошел, давай его забор таскать на работе. Да что ты молчишь, никак. Он давай тогда... Да бог ваш я видал. А он очень сильно бахтил. Он токарный станок вот такой, примерно, делает. Он как один раз ударил, он через станок перелетел, упал и не знает, куда идти. Это твой прадед. Такая, Игнатьевич, он чем теперь поможет-то вам уже? Я сейчас так дальше подожду. Да, ну понятно. Он уже в армию-то служил. У тебя спрос особый. Что вы его теперь? У кого служил он? Надо было рассчитывать. И он говорит, соединяю где-то, Александр Иванович. А мины, говорит, как картошку кто садит. Там мина, там... Ему ни один осколок не тронул. А потом, когда он вернулся, а он вернулся с пронта живой, уверовал. И была за ним одна вина, он распространил, где-то кому-то дал почитать протокол осьевских мудрецов. И его судили. Первый заместитель Берии присутствовал. И приговорили к расстрелу. И сразу, ну понял, что? Ну что понял? Я иду ко Христу. Это вы не поняли. И рассказывать, как он там сидел. Так, ну написать надо помилование. Какое помилование? Я к этому шел всю войну. Я хочу быть расстрелянным. Вот это герой настоящий. И они сами подали апелляцию. Ему заменили 25. 5 ссылка. И 5 поражения в правах. 35. Но прошло 2 года 4 месяца. Говорит, это дикое животное в Кремле скопытилось. 1953 год. А он освобожден и реабилитирован. Это твой прадед. Аллилуйя. С какой стороны не возьмет прадед? Но у него в доме, когда я появился, не было даже Нового Завета. Я ему подарил. Помни это. Отсюда у отца появилась Евангелие. У деда у твоего. И у тебя. Будь достоин. Когда вернулся ты из армии, ты там мог сопротивляться. Его когда арестовали, он не дает бороду. Они, говорит, шестером оторвали ему бороду. Шесть человек, говорит. Они там диван, и диван, который, вот это самое, на что садятся-то. Зажали его, туда руку засунули, и там ему держали у руки ноги и бороду с него снимали. И когда его, вот один из моментов. Если ты попал туда, то ты будешь делать, что скажет. Ему это сказал. Он говорит, нет, я буду делать, что мой Бог говорит. А что тебе Бог говорит? А его ценят, потому что он, ну на нем там бригада держится. Праздник будет божественный, чтобы меня не трогали. Как не трогали? Я сказал, не трогали, я не пойду. А на другой день ты давай мне, я тебе две нормы дам. В две смены буду работать. Пасху я работать не буду. Рождество не буду. И все праздники он знает где-то. Вот так вести, чтобы я в тюрьме, я больше ни от кого не слыхал. Начальник вызвал его в тюрьмы и начал издеваться. Вы, вас кормить надо как паразит. Он говорит, гражданин начальник, это ты паразит сидишь, штаны протираешь. Мозги нам пудришь здесь. Я работаю. А там был у них еврей. Еврей подошел и за ним что-то числилось такое. Как бы слышал, видел. Он говорит, я сон видел, Александр Иванович. А ты как сны тебе Бог открывает? Да, открывает. Я, говорит, видел облако. Из-за облака булава. Потом меч и копье. А потом ушло все. Он постоял так, посмотрел на меня и говорит, так тебя освобождают. Почему? Не знаю. Через три дня ты будешь на свободе. Какой три дня? Мне 25. Четвертак. Пойдешь домой. Но события, которые говорят о войне, это война. При твоей жизни они не случатся. Но вскоре после тебя будут. Я говорю, а этого никто не знает. Через три дня его вызывают. Документы в руки. И до свидания. Чудо. Ты хорошего корня, юноша. Держись этого. Я гляжу, ты в алтарь сегодня зашел. Бритвы не прикасайся. Коснешься бритвы, это твое право. Ты будешь стать соглашенными и ничего не выиграешь. Не любите мира ни того, что в мире. Это я вступление сделал. Я посмотрел рождественский концерт в Потеряевке. Ну, там народу меньше, поэтому... Тут у нас, где я не вижу, вот Надежда Александровна, она тут все режиссуру составила. Такие артисты у нас. А там просто поют. Семь девиц. Давыдовы там были девушки. У одной локти у кого-то вот так вот голая рука. Это рождественская. Дальше. У другой стоит подол на колен. И у всех голова вот так вот. По старобряще. У них, если она девушка, она... Вот где у нас поводник нижнего, вот это нету. А волосы торчат. Ну, у нас сбегают дальше. Дальше размера нету никакого. На каком основании? А они девушки. И я взял, написал. И послал Лене. И вчера батюшке по пунктам провел. Батюшка не возразил. Это 11 глава первого послания Коринфянам. Если жена не покрывает волосы, что с ней дальше? Так она не жена. А кто она? Ну, она девица. Нигде нет. Там написано всякая жена, всякая. А мы наставим, что это... Речь идет замужей, не замужей. Ладно, запиши. Замужей, не замужей. В скобках придумали старобрядцы. Запиши. Нет, это в Библии. А рядом написано муж. Точка запятой. Это одно предложение. Но если всякий муж... А он кто муж? Парень или женатый? Все, тупик. Если парень, а он парень до 30-40 лет, он имеет право быть без головного убора. А ты с головным убором в церкви? Все. А теперь она девица. Зачем девица? Сигналить, я не замужем. Смотрите, лампочка мигает. Кто зашел? Я не замужем, не замужем, не замужем. Не пройди мимо. Избери меня, избери меня. Это лампочка. Но она не вышла замуж. Какими-то причинами не вышла. Она дева осталась. Ей 30 лет. Дева 60-90. А когда платок она наденет правильно? Да никогда. Но она дева. Теперь у старобрядцев, я смотрю, твой родственник теперь он уже женится. И она стоит под венцом, в Барнауле венчает, отец Никола, и голова вот так открыта. Она девица. Притом священник должен знать, Златоуст говорит, знать. И венцы, если она не девственница, не надевать венцы. Венцы даются за победу, что сохранила девственность. А у него пятая жена и надевает. Ну это ради, так как она девственница, поэтому и льготы. И он тоже король будет. Ну он-то бродяга. Вот у мусульман так. Если ты блудяга, то должен брать такое же Б. Закон. А девица должна быть для того, который сохранил себя в детственности. Мусульмане это знают, у нас этих законов никаких нет. Я говорю, смотри. Если муж, теперь они уже не знают муж, это женатый-неженатый. А он, юноша, не женился, просто не женился и все. В 30-60-90. Значит он может в шапке быть. И он будет что, нарушать дисциплину в святом стародряжском храме. Все, сели в лужу. Вот у нас, посмотри, как они одеты. Вот так должна быть та, которая на руках. Жена, это женского пола. Вот, жена. Жена, это жена, это по-славянски. Жена, женой назвал Господь Богородецу, мать свою. Так она же, жена или девченица? Присно, Дева Мария. Он говорит, жена, все сын твой. Вот у нас абсолютно неуязвимо, когда надеты. Притом мы не упрекаемся двумя миллиардами мусульман. Они заходят на свадьбу. Баркосочетание было у Виктора Николаевича. Сколько там отзывов от мусульман. Да смотрите, невеста в хиджабе, сын с бородой. А на нас говорят, мы щурки. Вот настоящие русские. Этих мы уважаем. Этих людей мы не знаем, куда посадить. Это два миллиарда ты приобрел. Я что, придумаю? Вот это правило держите. Теперь юноша пришел к нам. Тимур. Тимур, значит, не крещеный. Если бы он был крещеный, то Тимура нет. Он был бы Андреем, может быть, или Тимофеем. Да он не крещеный, он мусульманин сказал. Так что вы спросите хоть, о чем с ним поговорили, что узнали. Я не поговорил. Я говорю, кто привел, тот должен... Но я с ним вчера разговаривал, я буду узнать, чтобы... Так, крещеный? Какой крещеный? Он мусульманин еще раз говорил. Татарин. Я могу сказать, Игнатий? Так. Я могу сказать, я его привела? Сейчас я закончу, что ты подоземная болезнька. У нас правило такое, я о нем речь идет. Если человек пришел, и ему понравилось, а пришел с занятием, мы ему разрешили, мы его предупредили. Ты пришел к нам, ты ничем не обязан. Но это мы разрешили завтра, если ты думаешь прийти, должен опять спроситься. Два раза ты должен спроситься. А потом ходить регулярно. Но если тебя вот раз в воскресенье нету, а потом второго воскресенья нету, а потом опять пришел, стоп, тут действует правило. Я, допустим, был наблюдатель, я староста, спрашиваю, а вы почему не были? Ну, я на даче был. Нет. Так не пойдет. Мы заранее даже его предупредить, что если ты у нас не был, он говорит, а я к баптистам ходил. К баптистам? Это твое право. Воскресенье занято. А я мусульманин, я ходил к мусульманам. Я был там в мещете у них. Но ни на даче не спал. Он говорит, я вот не был, не предупредил, не позвонил, и поэтому никаких претензий у нас нет. Какая свобода у нас? Он еще никто. Но мы ему разрешили, он еще не нарушил. Я проповедую, веду занятия в университете техническом. А там были администрации краевая, и уверовали два человека. Оба с бородами приходят. Один из центральной администрации, наш район здесь, и один из краевой администрации. И мы, я могу фамилии назвать, все. Они приходили здесь, сидели. Потом раз, нету одного, второго нету, неделю нету, месяц. А потом пришли. А где были? Нигде не были. Я говорю, а вы предупреждены были? Да. И мы отказали, и их больше нету. Но это неправильно. Неправильно, это наш устав. Ничего неправильного в этом нет. Стартовая площадка. Быть ответственным в воскресный день. Ничего тут нет. Я прошу этого поддерживаться. Значит, один раз ничего, другой раз, чтобы он знал. Он скажет, а я неделю ходил, я мусульманин, пожалуйста, приходи к нам. Но чтобы день, воскресный. Он говорит, я не воскресенье, у них в пятницу был. Это считается за воскресенье. Вам понятно, о чем я говорю? Он никуда не ходит. Все, ответ есть. Никуда он никогда не ходил и не ходит. Я говорю, есть. Я не о нем конкретно. Давайте о нем говорим, с него начнем. Так. Все, с тобой договорились. Вернувшись, выйдя за ворота армии, ты уже не брился. Да благослови тебя, брат Господь, ты очень хорошего, плодовитого дерева. Будь достоин своего прадеда. Я рассказываю о герое веры. В прошлый раз я говорил, помолиться, его звать Стив, это Степан Митчелл, у которого 14 детей, 7 свои, 10 свои, в Америке мы переписывались. Помолитесь еще раз. Да не раз, помолитесь. Потому что есть подозрение, что на этом нас кто-то разыгрывает. И подозрение такое. Как? С ним вчера только разговаривали, по-английски переписываемся, но есть подозрение, что там другой человек. А его нельзя узнать, которая наша живет в Нью-Йорке, наша. Сегодня мы ночью с ней разговаривали, и ролик как вечер выставлю. Ее звать Лидия. А она меня ввела в круг, Александра Мини. А такое бывает. Вы знаете, называется радиоигры, войну были с немцами. Кто знает, что такое? Ну, допустим, поймали какого-то шпиона. Ну, его что? Ты с нами будешь сотрудничать, буду? Он знает. Так, выходи, говори. Кого тебе прислать? На неделе должны ко мне прислать человека, мы должны встретиться. Он уже все. Он уже в НКВД работает, а те-то там-то не знают. Он стучит. А дальше ему говорят. Тут в окружении наша часть была, часть успели уйти в лес. Это примерно полторы тысячи человек, немцы, говорят. И он туда говорит, я нашел их, оттуда сигнали. В таком-то месте его там запилинговали, где действительно там, и они начинают сбрасывать. Он говорит, все, получили, часть-то что сбросили, продукты, медикаменты, попали в реку, никак. А они там тоже думают. Забрасывает в человека. Мы к вам посылаем в человека, как приметы. Там его уже ждут, но ждут танководисты. Его обезоруживают, а тот с такой, сотрудничать не буду. Ну, отвели, застреляли. А он печатает азбукой мозга, прям все это показано сегодня. И говорит, что его нету. Там какая-то была облава, в воинской части, видимо, он там погиб. Погиб и погиб. Эта игра продолжается до конца войны. А они их там грузы посылают, сбрасывают, а посылают никуда. Вот примерно, вот эта радиоигра может случиться с нами. Но здесь очень трудно. Трудно. А почему? Молимся. Запомните это. Я ничего не знаю. Но внутри вот такое состояние. Я вчера его сообщил в Нью-Йорк. Мы вместе начали молиться. Я вас прошу. Его по-нашему звать Стефан. Стив. И уже с его женой говорили. И уже посылали мы что-то другое. Сейчас готовимся к книге, как бы перевозчика найти, начать переводить книги. Внутри меня, как тот хронометр стучит. Я начинаю молиться. Вот ко мне заходят однажды в интернет и говорят, мы Колесниковы, Николай и Анна, вот как Крущина Николая и Анна, мы хотели тут, и все равно приехали тут, там поставили теперь, и мы теперь ваши ролики смотрим, мы там узнали, мы там уверовали. Вы каждый день не могли бы выставлять, чтобы мы знали, как жизнь-то вести. События дня называется. А у меня все, что было те годы, я все абсолютно в архив припрячу, у меня ничего не пропадает. У меня набирается, допустим, 30 тысяч страниц книг, 30 тысяч. Я закрываю, открываю вторую, и они лежат мертвым грузом. До времени. А сегодня уже сообщили, могут из Америки приехать, начать фильм, снимать о моей биографии. Ее нельзя тут составить, биографию. Такое может случиться. но здесь, когда мы стали до конца докапываться, то увидели, не сходится, не состыкуется одно место, другое. По скайпу, голос голосу, ну, аппаратуры нету, или еще что-то. И мы молимся, молимся, и на молитве проверяем себя, и на молитве Бог дает. Тогда было так. Один зашел, та же, а я такой-то. Мы приняли христианство, 32 чеченца, и мы хотим приехать по Теряевку. Земля есть? Дом есть? Эти точно так же спрашивают. Земля есть, а дома можно построить. Я стал молиться, и вот так вот. Стали расследовать. Там ничего нет. Там один человек это пишет, Савербек Алмазов. А когда его разоблачили, он такие гадости стал делать. Берет мою фотографию, голову отрезает, а там, где блудит, ее туда ставят. Да мало того, Надежда Васильевна это тоже, ну на-то, ни при чем-то. Мы его предупредили, узнали, где живет, адрес, все. Никаких. Я тогда обратился в прокуратуру местную, местная прокуратура ударила в Караганду, Казахстан, и мне оттуда пришел ответ, все, почти стую срезали, и больше нигде духу слуху нету. Понятно, то есть, надо молиться. И что прям так Господь говорит, ничего я не слышал, не говорит, но сердце забеспокоилось, и все. Да вы делаете неправильно, вот на меня. Почему? Потому что вот так вот открытое объятие везде, и... А чем я... Какую заповедь нарушил? Открытое объятие. Заповедей нет такой, чтобы нельзя обнимать человека. Время проходит, он не такой. А я остаюсь. Любите даже врагов. Любите врагов. Так что помолитесь. По-нашему это Степан. Ты будешь молиться? Хорошо. Я найду среди вас ни одного человека, помощника себе. В книге Ивы написано, Бог дает печать на руку. Что это такое? И Бог дает на руку человеку печать. А какой печати? Когда говорят, да как это говорится, 660 нет, там на черта не написано, печать слова нету. Здесь написано, печать и на руку. на руку. Книга Ивы, одна из самых древних, она примерно на равных идет с бытием. Автор ее неизвестен. Но она каноническая книга перед Цалтирией. Бог полагает печать на руку. Кто видел эту печать? Ход раз. Когда людям это открывается, а люди начали понимать, оказывается, эта печать, где человек берется, там отпечаток оставляется. И поэтому отпечатку находят. И когда заключенные сидят, они выжигают вот эти места, это называется гдактилоскопия. А когда меня привезли в тюрьму, там пальцы машут, специально такая, с выреками, и называется играть на рояле. Отпечатки. Несколько раз снимаются, все пальцы. И оказывается, находят иногда по ушной раковине, один слушал, дома или нет. И отпечаталось ухо, и нашли. Одинаково, везде. На коне заключенные, вот он делает, размачивает, прижигает папиросами, а потом тщательно стирает кожу, кожу всю до мяса. Чтобы только не было. Но к ужасу их, когда нарастает, все до одной черточки остаются на месте. К ужасу их. Бог положил на нас свою печать. Самая главная печать, и на ней написано любовь. Но любовь не бабушкина, как она с внуками, ешь больше, спи дольше. Любовь божественная. Не вершина любви показана. Не любви врагов и прочее, а, говорит, кто за ближнего отдаст душу свою. Это вершина всего. Нет больше той любви, кто душу положит за друзей своих. Вот об этом надо всегда ревеновать. Да, где-то ошибся человек, но любовь не потерял. Ну как это? Согрешил, не потерял. Не потерял. И два смертных греха сделал. Чужую жену занял, а мужа убил. Вы знаете, о ком речь? Да, и все. 50-й псалом. Вот тогда считайте 49-й псалом. И сколько потребовалось, и когда на фарк пришел, обличил, согрешил я. Бог простил. Мария Магдан, а египетская, которая никого не убивала, только в первом грехе виновна была, сама. 47 лет ходила по пустыне, не было уверенности. Мы евангельские христиане. А сколько? И Давид молится, 50-й псалом, два смертных греха, за которые его надо было убить по закону еврейскому. И написано, Духа твоего, святаго, не отними от меня. То есть, Ян Златоуст говорит, и Дух Святой не отнят все еще. Он уже соглашен, и все, Дух Святой не отнят. Давайте мыслить категориями священного писания. Сделал не так. Встань и иди. А если снова дьявол соблазит? Встань и иди. И сколько? Златоуст говорит, не ограничивают, но не поощряют ко греху. Человек виной в том, что грешил. Но грех прощается. Но есть грех, который не прощается. Ни в всем веке, ни в будущем. А что это такое? В котором нет покаяния. Вот это я скула на Духа Святого. Дух Святой призывает, я тебе говорю, что Бог милующий, милующий, Любовь. Он спасет тебя. Да как Бог прости? Да мне никогда. Да я похорю Духа Святого. Он лежит на смертном одре. Священник пришел, причащать он не могу. Я совершил смертный грех. Ну ты раскаиваешься, раскаиваешься. Значит, ты не согрешил. Как не согрешил? Так раскаяния-то бы ебал. Да вы что, батюшка? Да я желаю. И вот Александр Иванович разговаривал с бесами. Есть агиасма такая, самая святая вода считается перед крещением-то. И одна бесноватая женщина. Она крещит, а он сзади молится. Это и он рассказывает. Новосибирская, тогда была, наовраженный у них был храм. Не хочу, не надо. А потом он на минутку бес отступает, и она, давай, пить, начинает. А я Александр Иванович стоит и молится. Боишься, демон? Как тебя жарит эта вода наша святая? Выйди из нее. Никто не знает про себя. Как служба закончилась, она повернулась к нему, это Александр Иванович, он тебя нисколько не боится. Я, говорит, так, я подумал, ну в посты никакого поста никогда не нарушал. Молитва, правила там-то часовое. А вот и все. И она сразу повернулась, она мысли даже знает, как Вольф Мессинг. И что, а ничего, я вошел, чтобы ты ко мне не вошел. Я рассказываю людям, какой образ жизни ведут. И вот как бывает, не ошибиться. Ты свои силы не переоцениваешь, ты где-то заручись хорошими людьми, которые на один час тебя не будут оставлять. А дали позаботься о твоих сестрах. Вот такой же юноша, мусульманин, интервью берут. У тебя мать, мать вдова моя. Ну а если она будет мужа Чижова приводить? За рыжу. 16 лет. Ну а если сестренка твоя будет где-то знакома и прочее, он постоял маленько, посмотрел, за рыжу. Я не призываю к этому. На днях праздновали 170-ти пилетий одного шейха. Шейх это князь. Особым почетом пользуется мусульман. И праздновали его в Чечне. Советую посмотреть. Мне сбросили, посмотрите, какие они дружные. И там, значит, Мартанский район, там такой-то район. Ну, районов-то немного. И они как один мужчины. У них где-то по кругу надо бежать. Старики с такими бородами, седые. И хлопают в ладоши. Все как один-четыре. Ляда его так вот. Сидят, склонились. Все одинаково. У нас, здесь мы не можем собрание собрать. Он сам не идет и другого вытаскивает. Она сама здесь никогда не сидит. И как-то кончилось богослужение, она уже кого-то туда утаскивает, кочегарку. А потом по три человека уходят. Мы никто против них. Ну, так они неправильно. Подожди. Подожди. Господь будет судить. Я знаю, что кто не имеет сына, тот не имеет и отца. Нет другого имени под небом. Но его чистая жизнь, она заставляет задуматься. Вот я говорю, Хаджи Мурата Танцова, когда там все разграбили, а старики пришли, спаси, уничтожены, внука расстреляли. И они молятся, склонились и говорят, о Аллах, зачем эти люди живут? Это о нас говорится. И все это на убийстве. Они такие молодцы. Я занимался вместе с ними, играл в футбол нападающим. И они все свои когорты меня вышибли оттуда. В защитники переставили. Ходили там, обнимались, а друг к другу заглядывали в глазки. И мгушейте с чеченами. И вы мне тут сказки рассказываете о их великой дружбе. Так, назови, в каком месте какую сказку я рассказал? Сейчас. Так, Игорь, спокойно, успокойся. Тихим, в спокойном голосе. Скажите, какую сказку я рассказал про них? Они дружные между собой только на убийстве. Больше ни на чем. Они все борцы и боксеры. Да слушайте меня! Хватит рукой махать на меня. Не машите. Они все кикбоксеры, как этот, Нурмагомедов. Или борцы. Там у них тоже их хватает. Как один. Все. У них никого нету, ни одного такого, как у нас, допустим, ну вот, брат, Михаил, который ничем не занимается. Ну там, кто там еще спортом не занимался? Ты занимался спортом? Ну, у них все занимаются двумя видами спорта. Двумя, запомните. Или бокс, фикбоксинг. Или борьба. Все это потом переходит в их любимое братство. Они приходят и начинаются у них с обнимашек. Они друг дружку обнимаются. Рахмун, Рахмун. Там поцелуют друг дружку, поцелуют, поцелуют. И у них, и у них они постоянно одни только разговоры. Как денег добыть? Как добыть? Кого на уши поставить? Кого развернуть, перевернуть? Но не работать никак. Работать они никогда не будут. Они будут тебя только гнобить. Будут смотреть. И такие взгляды всегда волчи. Так, как чего с него взять? И всегда это, всегда запомните. И поэтому они, конечно, братство. Но когда их берут наши органы, все братство у них превращается сразу в зайчательство. Сразу. Они всех сдадут, кого надо. Все. А так у них, конечно, у всех автоматы, гранаты. Они все вооруженные. Подожди. Запомните. Повтор идет. Мы бы сейчас тоже были братьями все. У нас тут пистолетов тут. Пойдем сейчас вон там поднимем кого-нибудь на уши. Деньжата будут. Так, Игорь Владимирович. А мы совсем на другом. Мы вот. Братья, давайте по одному. Христовы. Игорь, спокойно. Подожди. Поэтому не надо рассказывать об их великой почтительности. Я опровергаю ни одного слова твоего. Ну и хорошо. Хорошо, хоть спасся я один. Но я-то говорю о другом. А они сидят... Что мы об этом мусульманами все? Все так ревнуюсь. Так, не надо только мусульман стать пример великого братства человечества. Не надо. Еще раз. Перестаньте. Меня это вталкивает. Если так ревожат, значит, действительно, что-то говорю правильно. Конечно. Как один говорит. Я про вас столько плохого просчитал, я сразу понял, вы хороший человек. Так, я говорю о молитве. Они умеют пять раз собираться, не убивают никого. Многие из них вообще не знают борьбу какую-то. Герои Советского Союза вернулись, и там показано Героя Советского Союза на фронте. Так вот, по порядку все районы и показано, как они собираются вместе, никого не убивают. Какие они дружные, как они могут собраться. У нас же здесь мы не можем. У нас же он помолился, и остановить его уже нельзя, он тебя шивет с дороги. Хороший человек при том. Речь идет о том, какие они дружные. Мы можем это качество взять. Не опровергая, да, это воинственная нация, то другое, как этот Шамиль говорил, пока над ними не свертнет шашкой, семь голов не срубишь, ни один не починится. Поэтому так с ними разговаривают. Я говорю о том, что намазь пять раз в день. Это настоящие где страны, и пять раз в день 10 тысяч входит в мечеть до упора на битый. Попал в Чечню в советское время в Агванистане. Он принял ислам, его не убили, женился, двое ребятишек. Теперь приехал сюда, Костромская область, сидит, выпей, Саша, а я не Саша, я Мухаммад теперь. Ну ладно, Мухаммад, выпей, а у нас не пьют. Хорошее качество. Здесь ему не могли дать. Теперь он встал и говорит, что у меня намаз, а там рядом холм, как у Шукшина, в Сарасках. И он с этим, ну маленький такой у него коврик, и он пошел, встал и молится. Если они так ревнуют, а мы, зная истинного Бога, вообще, вообще утренние мои вещи, я не молитву не совершаю. Я звоню, папа спит. А во сколько позвонить? Уже седьмой час. А папа на работе. Между моими звонками было 20 минут. Он спит, и он на работе. А с ним маленький ребенок, показанное, я в мечеть у них молился. Я говорю только о молитве, ты все сказал правильно. Брат, но это мы можем взять, доброе или нет. И вот они, Рамзан Ахматович Кадыров, он как ворота, он заслонил, ИГИЛ, сколько там шло, всех переломили. Установился мир или нет? Ну мы должны это увидеть. Он единственный в стране, Российской Федерации, запретил аборты. Законом. Это как преступление уголовное. Никому это не надо. Можем взять это? Невозможно. Мы это видели. И вот сейчас в каждом районе эти старики по обряду положены, их там по кругу идти, они так сели, молятся, показывают другой район, следующий район, а один его прославляет, того же самого шейха. А рядом с ним, где-то с шейхом, расстреляло русское правительство 300 человек их. Мы проехали шесть мусульманских республик, кажется, трижды были в Чечне, Турцию прошли. А они работают, это работники, которых у нас в стране не могут найти. Какой бы ни строили там стадион, их турок призывает туда, это работники высочайшего класса. И как у них все там отстроено. Я не говорю о тех, которые не работают, ты тоже правильно сказал, лишь бы только на базаре стоять. Но именно работники. И как они работают, заметь, у нас чем больше на ней нефти добывается, во всех странах, во Франции 66% берется налог, в России 13%. Мы можем этому правителю нашему сказать, то что же делаете-то? Я слышал, скоро пенсия будет по 2 миллиону. Но поднимется пенсия и на пенсию будет выходить 100 лет. И кто будет пенсионером, будет по миллиону получать. А что удивляетесь-то? Как же погибшего? Уже добавили. На диких, мы же добавили. Вот. И вот здесь у них только рождается в Дубае, или вот как было сейчас, разбомбили Ливан, ребенок рождается. Сегодня пришел, ему сразу на счет переводят 47 тысяч долларов. Ребенок родился опять. Они заботятся, это можем мы взять для себя. А у нас так, родил ребенка, куда ты нищету плодишь? У них этого не скажет. Ни одного аборта во всей стране. А тут за время перестройки 120 миллионов. Мы можем это взять? Да подожди ты. Притом в наше время люди живут. Одну картинку видел интересную. Мальчик русский, видимо, кучерявенький такой, ну, года два. И он вот так вот присел, а напротив его негритенок такой же. Тоже точно такой же, года два ему, ну, два с половиной. Хорошенький. Ну, у него все, а оба в сандалиях. И ноги, голова все черную у этого. А русский на его там смотрит, а тебя что, из духовки забыли вытащить? Что такое, перегорел это все. А этот говорит, а тебя что, раньше времени вытащили? Вот тут надо на этом подумать. Кого-то нас долго держали, а кого-то мало. Чтобы у нас мысли просветились, а мы для Бога собрались сюда. Я быстренько, две минуты. Сейчас закончим, брат. Да, да, да. Ну, ладно. Вы знаете, самый популярный богослов сегодня в России какой? Осипов Алексей Ильич. Осипов, конечно, Осипов. Я спрашиваю, а почему ты его избрал? А он все разрешает. 83 года, бритый и масонский галстук. А что разрешает? А посты не нужны. Женщина в брюках никакого значения не имеет. Мужчина бритый, но он сам бритый, он и требовать не может. То есть влияние на народ никакое, только разлагающее. Вы тоже смотрите, кого избирать учителями. Мы знаем Златоуста. Давайте на этом остановимся. А у нас как Златоуста считать, так я не знаю, считает ли до конца его. Две минуты, глядишь, три минуты уже кончили. Вот. Народ устал. К нам приехал митрополит Сергий, выходит Игорь, выходит Игорь Глушков и начинает читать. Я гляжу, батюшка волнуется, выходит раз, другой, третий, подошел к Игорю, не выдержал батюшка, и Игорь закрыл книгу. Я тебя так не оставил. Когда сели за стол, я задаю вопрос. А священники сидят в один ряд, такие славные, хорошие. Я говорю, скажите, вы архиерея вот этого почитаете? А архиерея сидит. Конечно, почитаем. Но рядом будет сидеть Златоуст. Вот сейчас предоставляется слово кому-то. Кому вы предоставите? Нашего Исихия спросили. Есть каноны, которые стосали святые отцы. И есть указания современного архиерея. Кого нужно слушать? Он прямо ответил, сегодняшнего архиерея. Вам ничего не понятно? У нас авторитет. Святая Православная Церковь первого века. Вот давайте туда смотреть. Я говорю, как же так? Вот архиерея бы сейчас вышел. Вот. Владыка, вы не против, что если вам предоставится слово говорить-то? А он сидит. Да я счетом скажу. Ну, предоставили. Вы один хотя бы прервете, батюшка. Ты прервешь его? Нет. А Златоусте считает, ты прервал. Как это? Одно к одному подходит или нет? И батюшка, гляжусь, сидит, голову опустил. А архиерея улыбается. Не бойтесь сказать правду. Пока еще можно сказать. Завтра некому будет говорить. Нас здесь растрясут очень быстро. Одним махом. Богу нашему слава. Во веки. Аминь. Я хотел сказать, если это на примерном браке,